Значит, мы заходим в наши кабинеты путем введения email-адреса, на который зарегистрировали, и введения имбирона. Нажимаем на кнопочку «Логин» и мы попадаем в главный кабинет нашего офиса. Это центральная страница. Что мы здесь видим? На центральной странице мы видим в самом верху шапочки значок перехода на фейсбук, языки немецкий и английский, на которые переведем проект. Видим значок самого «Wipe Inclusion». Ниже у нас идёт нижнее меню. Под нижним меню у нас есть «Будущая строка». «Будущая строка» измещаются свежие новости и здесь в этой «Будущей строке» есть активные, так скажем, буквы, на которые можно просто нажать и нас сразу же перебросит более подробное описание того, что у нас, «Google Chrome». Сразу говорю, у нас есть переводчик. Для того, чтобы вызвать переводчик, он вообще у нас находится в строке браузера, но не все об этом знают и видят. Поэтому для упрощения можно просто нажать правую кнопку мыши, выбрать «Перевести на русский». Соответственно, переводчик сразу же вызывается, он активируется и текст переводится на, удобно для нас, на чтение русский язык. Соответственно, вы можете просто прочитать ту информацию. Перевод здесь очень хороший, я бы сказала, для восприятия. Поэтому можете, как говорится, перевести и прочитать всю ту информацию, которая здесь находится. Я не буду это все перечитывать, потому что видео получится очень длинным. Я думаю, что каждый из вас в состоянии нажать на правую кнопку мышки, перевести текст и поработать с информацией. Дальше. Основной опцией вот этого меню является вот эта вот моя учетная запись или как она у нас звучит здесь прописана по-немецки в «Майнкомпо». Нажимая на «Майнкомпо» мы попадаем на главную страницу. И что же мы здесь видим? Мы здесь видим фиолетовую такую вот кнопочку «Инфо», нажав на которую мы вызываем тоже отдельное окно, в котором прописан краткий обзор правил и объяснение тех функций, которые присутствуют в проекте, как они работают. И здесь мы первое, что видим, что мы начинаем все с пробегом, так скажем, 111 миль. Условной единицей данной бизнес-модели является миле. Миле равна 1 евро. И для старта, для начала работы, почему мы говорим о том, что этот бизнес можно начать без вложений, потому что компания на старте дает нам 111 этих бонусных дней. Соответственно, она говорит, что в первые 90 дней будет это невозможно. И вот так дальше вы по тексту, вот здесь вот есть полоса прокрутки, опускайтесь вниз и внимательно все читайте. Я рекомендую в каждом проекте, в который вы заходите, читать всю информацию. Чем лучше и глубже вы изучите тот проект, в который вступили, тем вам проще будет работать в этом проекте и приглашать людей. И также им все это показывать, рассказывать, чтобы люди были равноправными партнерами и также хорошо разбирались в проекте, как и вы. Почитали, значит, обзор условий и закрыли это окно. Дальше что мы видим на главной странице? Мы видим наше начисление. Здесь хорошо видно, что в проект я зашла 14 августа. Мне дали подарочные 111 миль. Также мне дали подарочные 20 миль и первое задание, которое я просмотрела, за это мы начислили 2 мили. На следующий день подарочные мили и начисленные, они пригласивались к балансу. Баланс мы уже составим на 111 до 135 миль. И ежедневные начисления за то, что я выполняю задание, я получаю. также здесь видно, что 19 августа я пробно купила пакет 100 миль. Они появились сначала как покупка пакета и только на следующий день они приплюсовались к балансу. Могу сразу сказать. Мили я оплатила вечером 18-го часа. Утром 19-го они у меня появились на балансе. И только на следующий день они приплюсовались к балансу. Соответственно баланс вырос и теперь мы начислили уже 2 мили, а мы, как я уже говорила, знаем они равны 1 евро, а 3. Значит с правой стороны мы видим калькулятор. Значит здесь, как я понимаю, нужно просто ввести текущий баланс на сегодняшний день 246 миль. То есть я могу ввести 246 миль, нажать на кнопочку насчитать и мне калькулятор покажет, что через 6 месяцев начисление мое составит 14 евро в день. Соответственно через 12 месяцев это будет 48 евро в день при условии, что я не буду выводить средства. также у нас здесь есть пакет и вот как я покупала пакет. Я пришла на желтую кнопочку и здесь образовались вот эти вот пакеты. Я просто нажала на пакет, здесь поставила обязательно поставить две галочки, потому что если вы их не поставите, на PayPal вы перейти не сможете. И нажала на приступить к покупке кнопочку. Он спокойно перекидывает на платежную систему PayPal. Здесь он показывает, что нам выставлен счет и проходим дальше в кабинет на стандартную процедуру оплаты. Никаких трудностей не было. Единственное, что или появились не сразу, они появились только на следующий день. Дальше опускаемся вниз. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, так скажем, наше задание. Сегодня у меня задание выполнено, стоит зеленая галочка. Задание еще не выполнено, у вас будет выглядеть вот таким образом. У вас будет стоять красный кресло. Это говорит о том, что вот это начало работы. Выше пишется, сколько вы должны просмотреть. А ниже вы нажимаете вот на эти буквы, они активны, и вас перебрасывает на сайт, где нужно выполнить задание. После того, как вы просмотрите, вы можете вернуться обратно к офису, обновить страничку, и красное кресло восстанет веленой галочкой. Вот. Дальше, что здесь, в общем-то, если посмотреть верхнее меню, то можно зайти и увидеть, что есть интернет-магазин. В интернет-магазине, опять же, представлены эти пакеты миль и товары. Вот цена товара, она складывается из евро, так скажем, составляющей в евро и в миле. Я так понимаю, что, допустим, когда после 90-го дня откроется возможность вывода, у нас появится у всех баланс. баланс, куда при выставлении желаемого процента вывода будут скапливаться средства. То есть, этого баланса, я так понимаю, нужно будет купить в виде средств евровых и плюс миле. Если зайти вот в это соглашение, здесь есть пункт, в котором написано, что все мили, которые нам начисляются, стекают через 90 дней, исключаются все мили, приобретенные в течение одного пакета. мили, хотя они тоже спишутся, то есть они все равно живут 90 дней, но они могут быть доступны и использованы для покупки в магазине в течение года. Так вот, если мы обратим внимание в магазине на стоимость товара, то мы увидим, что к евровой части в этой миле, я так понимаю, что те мили, которые я купила, через 90 дней у меня спишутся, через 90 дней, конечно, мне доход принесут. Но потом я еще могу их использовать для покупки товаров, вот именно для вот этой части. Что у нас здесь еще есть? Таблица. По поводу, как работать в таблице, есть отдельные ролики, я останавливаться не буду, единственное, что покажу эту опцию, вот, соответственно, здесь с нашего первого дня, здесь вот у нас единственное, что в качестве старта данный баланс, но здесь вот нету этих подарочных 20, так бы здесь по идее должно быть 122, вот, но здесь динамика баланса. Я уже тут пыталась играться, что-то подставляла, что-то я уже смотрела. Но вот, как я понимаю, вот в 90-м днем, когда у нас спишутся вот эти вот стои, 111 милей, и наш баланс уменьшится, конечно же, на эту сумму, у нас появится вот этот вот счет, на который будут отчисляться средства для вывода, мы просто выставим тот процент, который мы хотим выводить. Только надо понимать, что мы вводить будем не в общей сумме баланса, мы будем выводить от суммы ежедневных начислений. То есть вот, если он пишет, что мне 12 евро в день начислили, то, соответственно, от этой суммы я не буду выставлять процент, она будет являться 100%, процент для вывода. И учитывать надо то, что с нашего баланса начнут списываться все начисления, которые мы получали или покупали, кто будет это делать, и на эти суммы наш баланс будет уменьшаться. То есть вот это соотношение надо учитывать. Вообще рекомендуется ставить в процент, не больше 20%, ну я так понимаю, от суммы начислений в день, чтобы вы не подумали, что от самого баланса. Если вот это соотношение выставить неправильно, то динамика роста вашего баланса будет отрицательной, и в итоге начисления будут уменьшаться, в итоге потом ваш баланс просто-напросто придет к нему. И, как говорится, работать будет дальше, потеряет всякий смысл. Поэтому, чтобы вы понимали стратегию, основную стратегию, здесь за счет списания 90-дневных надо учитывать, естественно, вывод, какой вы будете делать. И не делать его больше, чем положено для того, что… Ну, естественно, для тех, кто хочет дальше продолжить работу. Значит, дальше. Основная у нас еще есть такая функция – это наш рабочий профиль. Если мы зайдем в наш рабочий профиль, мы здесь увидим все закладки. То есть, и такая же будет будущая строка, будет написано счет, это наш логин. Каждый из вас его узнает. Первая закладка – штандант М2. Вот эта закладка, в ней сохранили те данные, которые вы вносили при регистрации. Это прекрасно видно. Сразу советую вносить те данные, которые действительно у вас в документах, потому что есть информация о том, что будут потом высылаться документы для верификации. Насколько она достоверна, не могу сказать, первоисточник я не видела, но услышала такую информацию. Дальше, в закладке 2 мы прописываем наши кошельки. Кошелек PayPal, как видите, и кошелек с криво. Значит, эти кошелька прописать, если они у вас есть оба, можно оба поочередно. Ставите точку, выбираете, какой кошелек прописываете, вводите e-mail, на который регистрировали платежную систему, и нажимаете «Сохранить». После того, как происходит сохранение, выбираете следующую платежную систему. Как видите, у меня сохранены обе, поэтому я могу спокойно, меняя эти кнопочки, просто выбирать ту платежную систему, на которую, допустим, я хочу выводить средства. Значит, следующая закладка, она мне заполнена. Какая здесь будет информация, я думаю, что мы узнаем, потому что все-таки здесь стоит «Скоро». Ну, «Скоро», значит, «Скоро», посмотрим, что будет «Скоро». Значит, следующая закладка – это «Дополнительные мили». И как раз здесь идет и расшифровка вот этих 20 подарочных мили. Опять работаем с новым переводчиком, он прекрасно все переводит, и он нам говорит о том, что 10 мы получили за заполнение основных данных и 10 тоже за полное, так скажем, заполнение всех данных о нас. Дальше у нас идет закладка «По статистике». В этой закладке можно спокойно увидеть, что 20 мили – это у меня подарочных, и что я купила. Значит, здесь у нас идет информация, статистика о наших милях, полученных в виде каких-то бонусов, или же, скорее всего, здесь еще будут отражаться мили реферальные. Ну, и то, что я купила. Если нажать на строчку ниже, на активную, то выпадет детализация. Соответственно, здесь прекрасно видно по датам количество и сколько и какого числа было получено мили. И последняя наша закладка – это закладка «По работе с нашими рефералами». После того, как приглашенный вами человек регистрируется, при регистрации указывает в вашу почту, соответственно, он проходит эту процедуру, и к вам на почту приходит вот такое письмо о том, что такой-то человек с таким-то адресом, вот здесь идут как его зовут, зарегистрировался как ваш реферал. Вот. Если человек прошел все шаги правильно, то у него будет стоять вот такая вот надпись, что его почта подтверждена. Чтобы это произошло, человек после заполнения всех полей регистрации и нажав на кнопку «Зарегистрироваться», потом заходит в бэк-офис, вводит свой e-mail и пароль, и первое, что он видит, это вот соглашение о сотрудничестве. Значит, ему нужно поставить галочку и ниже кнопочкой «Подтвердить». Это и приравнивается к подтверждению e-mail адреса. Если человек при первом входе этого не сделает, у вас появится эта надпись, что e-mail не подтвержден. Что нужно сделать? Попробовать человеку еще раз войти, если у него появится соглашение, то сделать то, что я только что сказала. Я, например, вижу, что у меня зарегистрировался человек, и он не подтвердил свой адрес. Соответственно, у меня есть почта. Я буду связываться с ним по почте и просить выйти со мной на личный контакт или вышлю ему правила, как можно это сделать. Что такое красный крест? Я заметила, что люди очень часто спрашивают, он их пугает. Я хочу сказать, не пугайтесь. Дело в том, что когда человек регистрируется, как наш приглашенный, компания отражает его в статистике, но за него мы сразу не получаем 25 дней реферальных. Почему? Потому что компания, она тестирует человека на его качественность, на его добросовестное выполнение заданий. Раньше была информация, что это 90 дней, что через 90 дней, если он будет активен и получен, теперь есть информация о том, что это 10-15 дней. Компания проверяет, насколько человек ежедневно заходит и выполняет задания. Если человек не пропускает и все делает правильно и качественно, соответственно, этот крест изменится на зеленый кружочек и впоследствии, после этого нам начислятся 25 дополнительных дней за каждого приглашенного. Поэтому не пугайтесь вот этих вот красных крестиков. Лучше связывайтесь с людьми по их имейлам, давайте ваши скайпы в письмо, пусть люди выходят с вами на личный контакт, вы им все рассказываете, объясняете, давайте как можно больше полную информацию, и тогда сотрудничество будет приятным и плодотворным. Дальше можно посмотреть вот стрел. Я только заметила, что очень многие не знают об этой платежной системе, хотя она существует уже достаточно давно. С ней прекрасно работает Европа. Здесь есть информация о том, что в скрин можно заказать карточку, производить платежи друг другу, средств, проплачивать покупки. Ну, собственно говоря, фактически, как и PayPal, только вот, не знаю, для России, по-моему, карта PayPal распространения для информации, что можно заказать. Поэтому заходите, изучайте. Я, как говорится, предпочитаю иметь кошельки во всех платежных системах, потому что это очень удобно для работы в интернете. Ну, вот, собственно, и все, что я хотела рассказать по веб-офису. Есть кнопочка «Выход», она находится сразу же под нашим рабочим профилем. Вот она, кнопочка «Lookout». Надеюсь, эта информация была полезной для вас. Это папа. По ACE на саду По ACE на саду , на сад, Продолжение следует...